Будь учителем нелегкий труд. Современные педагоги не только учат детей, но и осваивают современные методы работы, реализуют инновационные проекты и участвуют в конкурсах. В Ульяновске подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года». Конкурс проходил в два этапа – очный и заочный. Педагоги проводили классные часы, мастер-классы, открытые уроки, презентовали свои проекты. Участники признаются, чтобы достойно представить себя и свои знания, приходилось не спать ночами. Без серьезной подготовки, конечно же, не обходится ни один такой замечательный профессиональный конкурс, это в любом случае. Но, к сожалению, по времени была ограничена, поэтому готовилась 24 часа в сутки в последнее время. Три ночи не спала. Труды учителя начальных классов не остались незамеченными. Гюзелье присудили почетное третье место в конкурсе. Серебро получила учитель русского языка и литературы из 13-й гимназии Елена Файрушина. Девушка признается, участие в «Учителе года» для нее – победа над собой. Дети вот очень часто задают вопрос, ну у меня ничего не получится, ну вот что я должен сделать? Я говорю, вот вы понимаете, если много трудиться, если действительно чего-то захотеть и ежедневно, маленькими шагами идти к нужной цели, вы обязательно достигнете желаемого. И поэтому для меня это важно еще и потому, что я могу своим детям сказать, да действительно, терпение и труд – все, перетрут. Первое место завоевала учитель английского из 21-й школы Анастасия Киселева. В школе она работает уже 10 лет, но в конкурсе решила принять участие впервые. Мне очень понравилось, потому что это опыт, и очень большой опыт, который помогает понять, что требуется от меня, понять, какие у меня еще есть резервы для того, чтобы реализоваться в дальнейшем в профессии. Теперь победительницу и призеров ждет не менее интересная подготовка к областному этапу конкурса, который пройдет уже в следующем году. Анна Тищенко, Новости Управды ТВ. Новости Управды ТВ. Новости Управды ТВ.